This conference will now be recorded. 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 This conference will now be ongoing. 10 граф А11, и отличие заключается еще и, может быть, концептуально в том, что в новой форме, которую с 1 июля мы с вами представляем, не будет указываться отчетный период. Вы знаете, даже немножечко с этим отчетным периодом, может быть, и непонимание было, зачем же мы его указываем, ведь мы с вами, в дальнейшем будет слайд для тех, кто не знает, представляем такую форму, может быть, чуть ли не, там, я не знаю, 20 раз в месяц, потому что обязанность представлять такую форму у нас с вами возникает на следующий рабочий день после того, как мы с вами зарегистрировали такие кадровые мероприятия, как прием или увольнение. Вот в этой связи графы отчетный период у нас с вами со следующего, с 1 июля больше не будет. В чем еще отличие? Появляется графа работы в районах Крайнего Севера, работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и Пенсионный фонд просит здесь указывать просто коды либо РКС района Крайнего Севера, либо МКС местности, приравненные к районам Крайнего Севера, либо ничего не указывать, да, если мы с вами к таким местностям не относимся. Также я обращаю ваше внимание на код выполняемой функции. Это поле изменилось. Если раньше вы могли видеть уточнение при наличии, то теперь этого уточнения нет. И каждая организация по каждому сотруднику код выполняемой функции должна заполнять. В чем концептуальное отличие? Раньше этот код заполняли только такие организации, которые у нас с вами применяют и работают по профстандартам и соответственным классификационным справочникам. Таких организаций было единицы, и большинство организаций это поле вообще не заполняло. Теперь это поле заполнять обязательно, но по-прежнему у нас не увеличилось количество организаций, которые работают по профстандартам. И наша задача указать здесь по каждому сотруднику код из общероссийского классификатора занятий. Давайте, наверное, с вами первоначально познакомимся с тем, что же за это такой классификатор занятий. Этот классификатор используется при решении задач, которые направлены для решения следующих задач. Проведение переписи населения, оценка состояния и динамика изменений структуры занятости населения, анализ и прогноз показателей в сфере занятости и профессионального образования, регулирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Также мы с вами видим, что объектами являются занятия, а под занятием понимается вид трудовой деятельности, осуществляемый на рабочем месте с относительно устойчивым составом трудовых функций, работообязанностей, приносящих заработок или доход. Я, прошу прощения, так, что-то тут у меня съехало. К занятиям относится любой вид трудовой деятельности, как требующий, так и не требующий специальной подготовки. Также я обращаю ваше внимание, что вот тот самый классификатор я вам, естественно, выложила, подтянула, но я обращаю ваше внимание, 503 страницы, видимо, это не для слабонервных, да, естественно, что-то здесь смотреть, что-то почитать, но, может быть, нужно ознакомиться с такими разделами, как введение, с такими разделами, которые вообще дадут вам представление, что же это у нас с вами за классификатор. Не секрет, что естественно, программные продукты очень заботятся о нас, и мы их выбираем именно за то, что они позволяют нам более плодотворно, более конструктивно работать с этими продуктами. Немножечко попозже мы с вами увидим, что вообще российский классификатор занятий, конечно же, в программном продукте 1С уже появился. Вот это, наверное, я сейчас покажу, прежде чем мы с вами рассмотрим что же там у нас такое происходить будет и как мы с вами будем все это заполнять. Перед вами, опять-таки, программный продукт 1С. Я обращаю ваше внимание, что многие знают, все, что в зарплате управления персоналом мы с вами начинаем делать, оно начинается с настроек. Настройки позволяют нам таким образом задать различные параметры, заполнить классификаторы и уже в дальнейшем из этих классификаторов выбирать какие-либо элементы справочников в документы. Посмотрите, пожалуйста, здесь два классификатора. Первый классификатор или справочник, да, извините, первый все-таки справочник, трудовые функции, и здесь будут именно наши трудовые функции. Я провалюсь сейчас в трудовые функции и обращу ваше внимание, что я подготовилась и подготовилась так, чтобы эти трудовые функции мы заполняли с вами самостоятельно сейчас. Может быть, кто-то более лучше знает программный продукт, да, и уже проходило обучение. Так может быть, я вот эти трудовые функции могу сравнить справочник с справочником должности. Когда мы заходим в справочник должности, у нас здесь с вами абсолютно ничего нет в пустой базе. Но как только мы с вами начинаем заполнять этот справочник, должности появляются. Как только возникает необходимость введения новой должности, первоначально она здесь создается и подбирается из классификатора АКПДТР. То есть, соответственно, здесь у нас великое множество наименований тех должностей, которые мы можем использовать, но это классификатор. И из классификатора все 10 тысяч наименований я ни в коем случае не выбираю, а я выбираю только то, что мне необходимо для решения задач в данном программном продукте. Вот все, что мы с вами сейчас увидели в должностях, мы это понимаем, мы это знаем уже. Вот все то же самое у нас с вами и относится к двум вот этим вот справочникам. Второй справочник, который вы видите, это общероссийский классификатор занятий. И здесь есть все, все те 503 страницы, которые вы видели. Он разбит по группам и в дальнейшем мы уже с вами видим как бы наименование занятия. Вот наша задача, опираясь на этот классификатор из 503 страниц, выбрать для себя в справочниках трудовые функции только то, что необходимо, не перегружать его, не загружать. Я, наверное, понимаю, что вы все знаете, что при выборе из АКПДТР какой-либо должности у вас появляются сразу же заполненные коды по этой должности. ОКЗ это последний код, и раньше он имел текстовый формат, то есть мы могли с вами сюда зайти, мы могли что-то поменять. Сейчас это изменилось. Вот этот код попадает исключительно только после того, как мы с вами заведем трудовую функцию именно в элементе справочник должности. Здесь я две должности отразила на этом слайде. Обратите, пожалуйста, внимание, наверное, вы понимаете, что генерального директора я просто нажала создать и ввела наименование, записала, закрыла, без каких-либо у нас с вами кодов, это и в том числе ОКЗ, эта должность была создана. То есть при, опять-таки, таком введении учета, когда вы даже и не думали о том, что вам нужно было что-то выбирать из классификатора, нужно будет поработать вручную. В варианте, который вы видите второй, когда должность подбиралась из классификатора, и у вас были заполнены данные для отчета, допустим, 1Т-ПРОФ-57Т, статистическая отчетность, то вы можете здесь видеть код ОКЗ. Вот этот код ОКЗ никуда, соответственно, заполняться не будет. Ни в те статистические формы, которые я перечислила, ни, соответственно, в СЗВ, ТД, в уже новом варианте, в новой редакции. Но в этой должности вы видите, что появился, так скажем, некий у нас с вами интерактивная подсказка, так вот ее назвали методологи. То есть, по сути, вы можете из каждой должности, и это можно сделать, переходить по интерактивной подсказке, либо добавлять новую, либо выбирать существующую, переходя либо по одной, либо по другой гиперссылке. Ну вот как раз те самые классификаторы, про которые мы с вами поговорили. Давайте, наверное, сейчас попробуем посмотреть, как это все у нас реализовано в программе. Видимо, ну я тут много уже окон открыла. Я перехожу в справочник должности, то есть моя основная задача до 01.07. Я еще раз напоминаю вам, что я уже сказала, что новой формы еще пока в программном продукте нет, ни в одном релизе, ни даже в самом новейшем. Но наша задача к 1 июлю подготовиться к тому, что уже очень скоро эта форма будет. И для подготовки мы с вами должны как раз перейти в справочник должности. Последовательно открывая каждую должность, мы с вами должны заполнить вот те самые трудовые функции. Но с вашего позволения, наверное, я начну, вот еще раз хочу убедиться, что это ОПЗ, но вот ни при каких обстоятельствах, я сейчас кликаю во всю мышкой, заполнено не будет. Заполняется оно в автоматическом режиме только после того, как будет выбрана у нас с вами трудовая функция. Слушайте, ну, наверное, хочу начать с какой-нибудь интеративной подсказки, хотя можно, конечно, и вручную поискать руководителя. Хорошо, давайте вручную. Зашла снова к генерального директора, буду проваливаться в справочник трудовые функции. Мы только что с вами убедились, что он у нас совершенно и абсолютно пустой. Показать все, ничего нет. Значит, выбрать я не могу, буду создавать. При создании вы опять-таки видите, что подчеркнуто красным наименование, которое я как раз должна буду написать наименование должности. И вот здесь вот уже выбрать код из ОКЗ, код общероссийского классификатора занятий, показать все. Ну, наверное, что-нибудь тут с руководителями поищу. Руководители. Опять-таки для различных должностей, для различных должностей у нас с вами может быть одна и та же трудовая функция. То есть, если у нас с вами есть, допустим, генеральный директор, исполнительный директор, кто там у нас, допустим, заместитель, это все будет одна и та же. Вот же элемент из справочника классификатор занятий. Выбираю руководителя учреждения, организации, предприятий, подтягиваю в трудовую функцию, но только после того, как уже запомнила наименование, генеральный директор. Я обращаю ваше внимание, вот этот код профессиональной деятельности ранее у нас с вами указывался в отчете СЗВТД. Теперь это будет указываться код по ОКЗ, но не отсюда, а именно, вернее, отсюда из трудовой функции. Вот я подтянула сейчас трудовую функцию в должность, и я обращаю ваше внимание, что этот код у меня заполнился автоматически. Записываю, закрываю. Ну, что-то тут я экспериментировала еще с секретарями. По-моему, у меня, да, вот, я не знаю, по-моему, секретаря машинистки у нас нет, но есть должность. Мы потом в дальнейшем на эту должность примем как раз с вами сотрудника. В секретарь машинистка захожу, и ранее я эту должность составала, опираясь на КАКП ДТР. Поэтому я, наверное, могу выбрать существующую, но у меня только генеральный директор. Посмотрите, я сейчас существующую провалюсь. Среди новых функций не найдено с такими значениями. Хорошо, окей. Тогда я буду добавлять новую, но новая будет создана, опять-таки, на основе имеющегося уже ОКЗ. Вот, посмотрите, ОКЗ у меня уже здесь подтянулся. Я могу, наверное, открыть, посмотреть, как этот род занятий у нас с вами называется, секретарей общего профиля. Ну, на всякий случай. Так и напишу секретарь. Записываю, закрываю. Так, ну, что теперь сейчас у меня на повестке дня? Я, соответственно, создала сейчас работника, мастер-классова Мария Германовна. Я посмотрела, что у меня в штатном расписании нет ни одного секретаря. Наверное, сейчас я как раз ее приму на работу. Буду принимать прямо сегодняшним числом. Мастер-классова Марина Германова. Оформляю приказ, прием на работу. На должность. Секретарь. Почему ты у меня не подтягиваешься? Так. Что-то не дружит. Так. Секретарь, машинистка, администрация. Ах, у меня эта должность, оказывается, утверждена в июне 2021 года. Понятно. На 10-е, 0-5-е дата сегодня она отсутствует. Ну, значит, буду, наверное, отталкиваться от того, что у меня есть. Заодно сейчас про бухгалтера что-нибудь мы с вами узнаем. Вот у меня прям есть что. Нехватка. 4 свободных места. Буду принимать его на должность бухгалтера. Прием на работу. Бухгалтер. Наверное, заодно прям сразу здесь могу очень быстро поработать, посмотреть, почему трудовая функция не заполнилась. Видимо, она здесь у меня в должности не указана. Так, настройка должности. Бухгалтер. Буду добавлять новую трудовую функцию. Попробую перевыбрать сейчас эту должность в приеме на работу. Трудовая функция тоже не подтянулась, но, в общем-то, я и не экспериментировала. Возможно, это так и должно быть. Я обращаю ваше внимание, что в дальнейшем будет у нас с вами слайд, как раз на котором мы сейчас с остановились, что методологи не рекомендуют сейчас трудовую функцию указывать, даже несмотря на то, что она у нас, допустим, есть. Почему? Потому что еще пока не проработаны все алгоритмы, которые будут связаны с новым отчетом и просят нас не указывать в приказах о приеме на работу, в приказах о кадровых перемещениях. Вообще в тех приказах, которые у нас с вами отправляются сейчас в отчет СЗВТД, вот именно эту трудовую функцию. Дождаться обновлений релизов, дождаться, когда появится новая форма, и только тогда эту функцию, соответственно, установить. Как ее установить? Но, опять-таки, можно, наверное, первоначально установить ее в штатном расписании, то есть прям создать новое штатное расписание, выбрать по всем нашим должностям, ну, то есть они уже подтянутся в новом виде, трудовую функцию, и, соответственно, уже, может быть, там, кадровыми переводами списком по всем сотрудникам увидеть, что эта трудовая функция будет обозначена. Так, ну, наверное, так что, с учетом того, что мы новый отчет сформировать не сможем, да, по новой форме, давайте тогда хотя бы по старой форме сформируем отчет по форме СЗВТД. Отразители в трудовой книжке, конечно же, обязательно, подать сведения о приеме нужно будет не позднее следующего рабочего дня за датой приема, то есть, наверное, уже завтра это будет первый рабочий день. Обратите, пожалуйста, внимание на это поле, это поле вам хорошо знакомо. Если наш работник на старом месте работы выбрал, каким образом он будет вести трудовую книжку в электронном виде, например, да, то вы об этом узнаете из сведений по форме СТДР. Но я, наверное, оставлю это поле пустым, может быть, заодно мы с вами и запомним от нее заявление. Но может же быть такое, да, мы сейчас не обязаны принимать такие заявления, не обязаны, там, просить сотрудников такие заявления нам представлять о способе выбора трудовой книжки. Однако пенсионный фонд сказал, конечно, эти документы вы регистрируете, передавайте нам в качестве кадровых мероприятий в отчетности СЗВТД. И если сотрудник когда-то очень давно определился и сказал, что будет вести на бумажном носителе, то, конечно же, он сейчас может определиться, передумать и сказать, буду вести в электронном виде. Провожу прием на работу. И отправляюсь в рабочее место, в котором мы с вами подготавливаем все сведения для электронных трудовых книжек. В том числе отражаем заявления о способе выбора трудовой книжки. Вот, может быть, я по нашей мастер-классовой сегодня и зарегистрирую такое заявление. Создаю заявление о представлении сведений о трудовой деятельности от 10.05. заполняют. У меня еще много, да, каких-то сотрудников без заявлений. Но Дятлова и Кошкина мне ничего не писали, а мастер-классову сказала, буду вести в электронном виде. Провожу, закрываю. То есть, опять-таки, вот это заявление, да, где это оно? Вот оно. Вот это заявление я могла бы передать в отчетности по форме СЗВТД до 15.06. То есть до 15.06. месяца, следующего за окончанием отчетного или мая. Но так как у меня все равно уже есть необходимость в передаче сведений о приеме на работу моей мастер-классовой учебной базы, чего тут только нет, да, ищу мастер-классовую. Вот она наша с вами мастер-классовая. То именно вот такое вот заявление мы с вами должны подать не позже 10.05. В рабочем месте по подготовке отчетов по форме СЗВТД в том числе формирую сведения о трудовой деятельности работников. Но, допустим, у меня сегодня 11.05. Я подаю сведения за май. Я нажимаю кнопку заполнить, и наша мастер-классовая подтянулась. Попробую провести. Попробую сейчас посмотреть клик-классовую. Какие кадровые мероприятия мы подаем по ней в составе отчета по форме СЗВТД. И мы с вами видим, что мы передаем сведения о приеме. Мы с вами видим, что мы передаем сведения о способе выбора введения трудовой книжки в электронном виде. Также могу попробовать посмотреть печатную форму. Пожалуйста, вот эта вот запись о поданном ею заявлении. И далее идет у нас с вами запись о приеме на работу. Код выполняемой функции при наличии отсутствует. Допустим, мы с вами не применяем профстандарты. А если бы применяли, то сейчас сюда бы подтянулись у нас сведения из профессионального стандарта. То есть мне нужно было бы найти, допустим, профстандарт бухгалтер. Мне нужно было бы посмотреть те коды, которые соответствуют должности бухгалтер и, соответственно, заполнить непосредственно вот это поле, код профессиональной деятельности. В настоящий момент, вот мы с вами увидели, что пока нет механизмов, которые бы нам этот ОКЗ подтягивали, но тем не менее, все-таки ждем мы с вами новую форму. Еще пару слов про, вот опять-таки, ту трудовую функцию, которую мы с вами не будем указывать ни в кадровых мероприятиях, ни в приемах, ни, соответственно, в кадровых переводах по 30-й на 6-й включительно. Ждем мы с вами обновления, но мы уже знаем, к чему нам готовиться. Поэтому справочник должности нам нужно сейчас, что называется, проверить. Проверить, просмотреть и все трудовые функции, соответственно, указать. По поводу, опять-таки, отчета по форме СЗВТД. Заполняется он по всем кадровым мероприятиям, приемам, переводам, увольнениям, подачей работника сведений, заявлений о форме выбора трудовой книжки. Может быть, у страхователя, то есть у меня, у моей организации, поменялось наименование. Или работнику установлена вторая профессия, специальность, квалификация. Также, может быть, он лишен права по приговору сюда занимать должность. У нас с вами два срока для представления таких сведений. По приему на работу, по увольнениям, это всегда следующий рабочий день. По остальным кадровым мероприятиям, в том числе, способ выбора ведения трудовой книжки. Это у нас с вами не позднее 15-го числа, месяца следующего, после месяца, в котором произошло вот это самое кадровое событие. Уважаемые коллеги, на этом по мастер-классу, по изменениям в отчетности все. Пока я расскажу вам об особенностях курса, попрошу, может быть, в чат писать вопросы. Может быть, подготовьте вопрос, его позже можно будет задать голосом. В любом случае, как вам это будет удобно, так, соответственно, и сделайте. Наш курс включает в себя, вы видели, 4 модуля. 4 модуля мы с вами осваиваем за 16 академических часов. Вы осваиваете данный курс на базе современных методик инструментов, повышаете престижный диплом о повышении квалификации. Старт групп вы можете посмотреть на нашем сайте. Я обращаю ваше внимание, что я написала только ближайшую. Ну, может быть, вы решите поучиться у нас в сентябре, когда закончатся каникулы. В любом случае, полное расписание вы можете найти на странице группы, кадровый учет, зуб, можно так по поиску на нашем сайте набрать. Также можете выбрать комплексные программы. Может быть, недостаточно вы подтянуты по теории. Тогда можно первоначально освоить теоретические какие-то знания, уже с этими навыками пойти на изучение курса. По окончании комплексных программ вы получаете удостоверение о повышении квалификации. И по каждому, конечно же, пройденному курсу вы получаете сертификат международного образца в электронном виде, который доступен в вашем личном кабинете. Для слушателя дипломных программ вы можете выбрать себе программные продукты на 250 часов и получить диплом о профессиональной переподготовке. Если, допустим, вы не экономист, если вы не кадровик, то это будет очень хорошим приложением к вашему диплому о высшем образовании. И это будет ваша профессиональная подготовка. Коллеги, я обращаю ваше внимание, что по различным направлениям мы проводим курсы. Я бы хотела сейчас заострить ваше внимание на очно-заочное, на открытом обучении. Что-то я оговариваюсь. Вот что из себя представляет открытое обучение? Наверное, я точно знаю, что вы его все боитесь, вы его все очень не любите, вы все расстраиваетесь и остаетесь на... Очень многие слушатели на этом открытом обучении с формулировкой «у меня нет выхода». Поверьте мне, как преподаватель, который ведет курсы на открытом обучении, я точно знаю, что все уходят с улыбкой. И эти улыбки ваши личные. То есть вы выбираете самостоятельный том обучения, вы занимаетесь на базе уже пройденного курса по записям. Но я могу это сравнить практически с индивидуальным обучением. Ну вот если наш курс, допустим, рассчитан на 16 часов, которые я представляла, может быть, там по этому обучению у нас с вами в аудитории, допустим, сидит 10 слушателей. Все занимаются самостоятельно. Все вопросы, которые вы можете задать, вы задаете их лично мне, я подхожу, я отвечаю. Либо какие-то другие, например, преподаватели, которые также ведут обучение. И поверьте, здесь больше вопросов можно решить личного характера как раз по вашим потребностям. Поэтому ни в коем случае не думайте, что это какое-то там, не знаю, обучение по записи. Вы присутствуете на самом настоящем занятии. Но на самом настоящем занятии у нас всегда есть поставить на паузу. Когда преподаватель паузу поставил, пошел к какому-то, может быть, ученику, вся группа сидит, ждет, пока этот ученик там, капуша, может быть, что-то доделает. Но тем не менее, да, у всех знания разные, все, как правило, подтягиваются. Поэтому открытое обучение – это, опять-таки, в любом случае мои вам рекомендации. Если у вас есть потребность в бесплатной консультации по профессиональному развитию, вы можете сейчас набрать QR-код и заполнить форму для получения соответствующей консультации. Да, я вижу вопросы в чате, я с удовольствием сейчас буду отвечать. Если увольнение по решению суда, по приговору, то срок подачи СЗВТД – следующий день или 15 число месяца. Любое увольнение… Ну, подождите, вот лишение должности и увольнение – это же разные вещи. То есть, с одной стороны, вот про лишение должности мы говорим, что, допустим, сотрудник не может занимать какую-то должность, но он не уволен. Увольнение – это сообщение в пенсионный фонд о том, что сотрудник у вас больше не работает. А знаете, откуда ноги, руки растут вот у этого увольнения и приема на следующий день? Когда у нас с вами вот эта вот форма была утверждена 01.01.01.2020 года, то пенсионный фонд сказал, пожалуйста, подавайте все сведения в 2020 году, вообще все, не позднее 15 числа месяца следующего за окончанием отчетного. Но мы очень хотим, чтобы более оперативно мы получали информацию, и имейте в виду, по всем кадровым мероприятиям хотелось бы получать от вас сведения ежедневно. По всем, да, вот подчеркиваю. И мы будем реализовывать этот механизм с 01.01.2021. Поэтому будьте, пожалуйста, готовы, что с 2021 года вы будете сдавать отчет завтра. Сегодня произошло какое-то мероприятие, завтра вы его сдаете. В условиях коронавируса, вы сами знаете, мы с вами были поставлены в такие жесткие условия, когда было необходимо выписывать пропуска. Пошла, естественно, какая-то некая подтасовка каких-либо фактов, и на улице находились те люди, которые, может быть, вообще недоверенности, ни пропусков вообще не получали. Что делали? Вот что сделали наши, опять-таки, руководители на государственном уровне? Они очень быстро пересмотрели, что именно по кадровым мероприятиям увольнение плюс прием нужно, и вынесли тоже с 28.04. подавать сведения не позднее завтрашнего дня. И я была свидетелем того, и мои друзья попадались, что оперативно у наших сотрудников полиции были сведения из пенсионного фонда. То есть они только с задержкой 3 дня, буквально, если у человека был пропуск, там не штрафовали и разрешали проходить те, у кого проверяли документы. Значит, отвечаю дальше на вопрос. Так, подскажите, пожалуйста, зачастую мы придумываем должность, не выбирая из классификатора. Как выбрать в этом случае трудовую функцию, наиболее подходящую? Ну, вот смотрите, я обращаю ваше внимание на то, что должность секретарь-референт, которая у меня вот здесь вот есть, она на самом деле в классификаторе отсутствует. Но верно ли, что она очень похожа, секретарь-машинистка, да, она очень не похожа, а вот секретарь-руководителя есть. Если я опять-таки открою секретарь-руководителя, то вот эту вот должность я подтянула 100% из классификатора. То есть опять-таки я могу сюда, вот в эти трудовые функции, допустим, зайти, и я могу здесь, вот здесь подтянуть, показать. То есть несмотря на то, что его этого, этот классификатор, он очень объемный, здесь говорится о группе занятий. Вот вы видите, что все секретари у нас собраны всего лишь в одном коде занятий. Общероссийский код, вот из общероссийского классификатора они соответствуют одному коду. Если я, допустим, наберу руководители, то есть вы опять-таки здесь можете видеть вот этот, тот, который для коммерческих организаций. Дальше, например, ну может быть, да, у вас там сбыт маркетинг, может быть, у вас реклама. То есть здесь, в общем-то, достаточно все подробно понятно написано. Потом опять-таки никто не отменяет то, что все-таки мы с вами понимаем, что 503 страницы и ошибиться действительно будет невозможно. Но вот посмотрите, я не знаю, если я выбираю генерального директора. Вот может быть, вы мне какой-то конкретный пример приведете. Я знаю, что есть организация, которая выдумывает такие должности. В IT-компаниях сложно подобрать схожие функции. Ольга, ну, наверное, наверное, давайте попробуем что-нибудь там про гра-местоприложений. Каких? Разных, да? То есть есть у нас опять-таки с вами разработчики программ. То есть здесь выбор-то небольшой. Уж между двумя вот трудовыми функциями вы точно не забудетесь. Тестировщики. Ну, давайте пробуем. Тестировщики, они же тоже вот те тестировщики. Их нет. Чего они тестируют? Нужно, допустим, может быть, я сейчас в классификатор должностей залезу. Их тут, наверное, не знаю. Профессии, кто они у нас. Начну со служащих. Найти. Таких нету. Продолжу с рабочих. Тоже таких нет. Значит, наверное, я бы подошла к директору, спросила бы, вот что больше всего похоже на наших тестировщиков? Что они у вас тестируют, да? То есть понятно, что какая-то более конкретная информация, скорее всего, Ольга, вам будет дана. Программные продукты тестируют. Я не знаю, Ольга, но у нас же что такое? Погуглить по Яндексе, да? Должность по ТПДТР. Тестировщик. Вот смотрите, давайте так рассуждать. Тот, кто тестирует программное обеспечение, он, наверное, не должен быть программистом. Или как? Должность тестировщик программного обеспечения. Специалист по тестированию, да? Смотрите, оказывается, у нас есть в профстандарте. А может быть, я, смотрите, тестирую. А, нет, ну, тестирование было бы. Давайте посмотрим, опять-таки, а что этот специалист у нас с вами тестирует в профстандарте, да, в области информационных технологий. Но, наверное, нужно вот отталкиваться что-то вот от этого профстандарта в области информационных технологий. Может быть, да, рассматривать, а что они, соответственно, делают. Вот я вот тут вижу очень хорошее слово, там, аналитика, да? То есть, может быть, они опять-таки отталкиваются, они не разрабатывают, они там что-нибудь у нас с вами подготавливают тестовые данные для выполнения тестовых процедур. Описание трудовых функций, да? Вот, может быть, надо посмотреть вот эти вот, там, со словом тест, может быть, что-то есть. Со словом тест. Аналитиков у меня вообще три должности. Инженер по контрольным проверкам, да, переаттестация. Это не подходит, но зато, смотрите, мы с вами зацепились за то, что у нас может быть там что-то со словом проверка. Может быть, может быть, ревизор, да, что-нибудь может быть, кругра. Так, техник-программист. Ну, вот бывает такое, что закопаешься. Слушайте, мне самой, Ольга, интересно, я вот его сейчас себе тут запишу где-нибудь, да, прям вот, может быть, в слайд даже запишу для того, чтобы, может быть, обязательно к этому вернуться. Главное, где там у нас с вами текст записать. Тестировщик. Ольга, попробую написать вам по электронной почте. То есть можно неточное соответствие справочнику. Ну, вы понимаете, генерального директора, например, в справочнике нет. То есть если мы зайдем в этот классификатор, то генеральный директор у нас есть, допустим, акционерного общества. Вот я здесь опять-таки, да, в списке контроль ф, гене. Ну, если мы говорим, опять-таки, вот, просто генерального директора нет. Есть генеральный директор акционерного общества. То есть, опять-таки, функции, которые у нас с вами обобщенные, они, наверное, очень сильно похожи. Но он у меня тут серенький, потому что он уже в мой классификатор выбран. Так, уважаемые, напишите мне тоже на электронный адрес протестировщиков, пожалуйста. Слушайте, ну давайте, может быть, я что, а что, давайте, может быть, тогда договоримся. Я напишу, да, Света, но только Свет, видимо, у нас с вами много, а Ольга, вот она, соответственно, написала фамилию. Поэтому я смогу найти ее электронный адрес. Давайте договоримся, что мы с вами, может быть, вот по той самой ссылке, я просто туда довыложу вот этот вот материал.